Прекрасная Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чисто и столько, прекрасно и далеко, прекрасно и далеко, я начинаю путь. Всем привет, меня зовут Светлана и мне 16 лет. Спасибо Михаилу Портнову за этот конкурс, потому что он действительно заставил меня задуматься, а что же такое есть для меня хорошо. Для меня хорошо это то, что приносит мне наибольшую радость жизни, а это творчество и возможность узнавать что-то новое, то есть учиться. В начале об учебе в школе. Хочу поделиться своим ноу-хау, как хорошо учиться. В моем случае это сработало. Когда я была в пятом классе, мой папа предложил мне, что по трем самым сложным предметам у меня были пятерки, а по остальным лишь бы на тройке. Мы заключили договор, и я стала уделять этим предметам больше времени и сил, и спустя год-полтора я с удивлением обнаружила, что абсолютно по всем предметам у меня стоят пятерки. И это было хорошо. Но что значит уделять больше времени и сил? Вы будете смеяться, но нужно просто выполнять все задания и внимательно читать параграфы. Поясню на примере с английским, который раньше был для меня самым трудным и нелюбимым предметом, потому что учительница постоянно была мной недовольна. Я даже думала, что она просто придирается. Оценки, естественно, тоже оставляли желать лучшего. Я стала каждый раз подходить к папе с домашними заданиями, и, разумеется, быстро выяснилась причина моего непонимания и нелюбви к этому предмету. Оказалось, что надо было просто переводить все слова в текстах, которые нам задавали, а мне было элементарно лень. И папа просто отказывался мне помогать, если было хоть одно непереведенное слово. И это сработало. Вскоре я заметила, что учительница больше не придирается ко мне, а английский постепенно стал моим самым любимым предметом. И это было хорошо. Это был мой первый яркий опыт борьбы с ленью, благодаря которому я быстро подтянула язык. И сейчас я поистине enjoy English и стараюсь уделять много времени на его изучение, особенно технического английского, потому что хочу связать свою жизнь с IT. Информационные технологии – это у нас семейные. Вся наша семья, кроме мамы, она у нас гуманитарий, связана с IT. Мой папа – программист, а старший брат и его жена прошли онлайн-курсы «Портновка» в Капюрер-Скулл и сейчас работают тестировщиком программного обеспечения, двигаясь в сторону автоматизации. Какое-то время назад я заинтересовалась тестированием и пересмотрела много видео на канале Михаила Портнова. Я предложила брату, который уже к тому времени работал в IT-компании, помочь ему в тестировании их продукта. Прописанных требований, разумеется, не было, поэтому мне пришлось самой изучить продукт, а это был сайт, и после я приступила к тестированию. За несколько недель я трапортовала 75 багов. Большей частью это были майнер-баги, в основном опечатки и ошибки-верстки, но была парочка и критикал-багов. Я очень рада, что внесла свой крошечный вклад в улучшение качества продукта, да и сам процесс мне очень понравился. И это было хорошо. Хотя профессия тестировщика мне очень понравилась, в конечном итоге мне бы хотелось стать программистом, как мой папа. Для этого я сейчас изучаю Java и скоро приступлю к Python. Творчество является важнейшей составляющей моей жизни. Здесь я тоже многому учусь и получаю возможность выразить себя. Рисование – это одно из направлений моего творчества. Я никогда не ходила в художественную школу и рисую для собственного удовольствия. Причем моим хобби это стало буквально год назад. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка для меня – это пища для души, и я не представляю свою жизнь без нее. Я учусь играть на фортепиано, гитаре, а также пытаюсь петь. Я всегда хотела научиться подбирать понравившиеся мне песни. И сейчас я хотела бы показать, что у меня получается. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Всем пока!